Кришна 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 Ванде Кришна, Нанда Кумара, Нанда Кумара, Модана Гопала. Нанда Кумара, Модана Гопала. Нанда Кумара, Модана Гопала. Нанда Кумара, Модана Гопала. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Кришна, Кришна, Ари, Ари Рама, Ари Рама Ари Кришна, Ари Кришна, Кришна, Кришна Ари Рама, Ари Рама Али мохи вриндавана, нико Али мохи вриндаване, лага нико Али мохи вриндаване, лага нико Лага вриндавана, нико харили мохи Лага вриндаване, нико Али мохи вриндаване, лага нико Лага вриндавана, нико харили мохи Лага вриндавана, нико Али мохи вриндаване, нико Али мохи вриндаване, лага 돼 мохи Али мохи вриндавана, нико Али мохи вриндавана, нико Аминь. 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 Ради, 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 Ради Ради, 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 Ради Ради, Ради, Ради Ради, 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 Ради Ради, 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 Ради Ради, 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 Ради Рада Рама Рада Рама Рада Рама Рада Рама Рада Рама Редактор субтитров А.Семкин Очень часто воспеваем этот баджан, но обычно поют четыре. Обычно поют, ну, как бы, четыре. Раз, два, три, четыре. Но мы споем все. Семь. Споем мы все. И можно петь на один мотив. Есть преданный поют на один мотив. Ну, как? А есть еще добавляют. Мы добавим. Давай. ПЕСНЯ 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 Намам Шри Чайтанья Нитянанда Шри Адвайта Сита Шри Чайтанья Нитянанда Шри Адвайта Сита Хари Гуру Вайшнава Бхагавата Гита Хари Гуру Вайшнава Бхагавата Гита Хари Парае Намаха Хари Парае Намаха Кришна Ядовая Намаха Кришна Ядовая Намаха Кришна Ядовая Намаха Кришна Ядовая Намаха Шри Рупа Шри Санатана Бхактарадуна 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 Шри Дживаго Пала Бхактарадаса Радуна Шри Дживаго Пала Бхактарадаса Бхактарадуна Шри Дживаго Пала Бхактарадуна Шри Рупа Шри Рупа Шри Санатана Намам, Кришна, ядовая Намам, Кришна, ядовая Намам, Кришна, Ядавая, Намам 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 Кришна, Ядавая, Нам Субтитры делал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Дима Торзок Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок 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 Бувана Манахара Веша Бувана Манахара Бувана Манахара Никила Ниджаджана Мохитаманаса Никила Ниджаджана Мохитаманаса Парамокинчана, генчана нарогана, Коруна Витара нашила. Парамокинчана, генчана нарогана, Коруна Витара нашила. Барама киньчана, киньчана нарагана, корона витара нашила, сакьи, калая гаурамуда, сакьи, сакьи, калая гаурамуда, сакьи. Сакьи, калая гаурамуда, 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 сакьи. Калая гаврам ударам Да, 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 конечно, конечно Ну так они же, они же, они это делают Они делают это, не мы, они Знаете, они делают В чем принцип? Они это делают Мы следуем Ну, конечно, Паначандра Махарача, конечно Это мы По его милости Пожалуйста Я даже могу дать Да, да, да Да, да, да Да, да, да Спасибо. 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 Что Читань Черита Амрита – это вспаханный Багаватом. Багаватом – вспаханный. То есть, когда полубоги пахтали нектар в океане, они получили Амриту. Эта Амрита вспаханная дает Багаватам. Шимат Багават имею в виду. А вспаханный Шимадбагдан дает Чайтани-Чаритамриту. Я хочу сделать акцент, чтобы преданные соприкасались с Чайтани-Чаритамритой. Хотя есть в анонсе Прабхупаде, там говорится, что, вначале, нужно пройти тот и тот. Это был 68-й год, нужно тоже понимать, 68-й год. Прабхупад только стал проповедовать Западу учение Господа Чайтани-Махапрабху. То, как Гита, то, что он мог предложить, это Гита мог предложить. И вот 10-ю песню Шимадбагава там, а это 68-й год. Понимаете? Сейчас сознание Кришны или движение сознания Кришны, оно определенным образом расширяется. Почему я говорю определенным образом и очень сильно? Потому что это желание Чайтани-Махапрабху. Понимаете? Это желание Верховной Личности Бога. Хотим мы это, не хотим, это не насилие. Эта волна, этот поток Прэма, оно нас уже захватило. И оно должно остальных захватить, на самом деле. В чем мы тут усидим? Для того, чтобы другие попали в этот поток. Понимаете? Это очень важный момент. И когда мы попадаем в этот поток, то мы все получаем. Когда мы воспеваем славу Верховной Личности Бога, когда занимается Санкт-Киртаной Яги, это совместное воспевание. Оно имеет узкий, как бы, и имеет широкий спектр. Мы и этим, и этим занимаемся. На самом деле это широкий спектр. Почему? Потому что Святое Имя Господа ничем не отличимое от Господа. Когда мы говорим Харе Кришна, или говорим Говинда, или говорим Гопал. Или говорим... Ничем не отличим от Кришны. Гопал, кто такой Гопал? Ши Кришна Говинда. И он назвать Кришной или Говинда. Это Брахма Самхит об этом говорит. Я могу зачитать вам эту Брахму Самхиту. Это красивейшее произведение. Ишварах, Парамах, Кришна, Астачитананда, Виграха, Ана, Дирадир, Говинда, Астарва, Карана, Каранава. Там приглашают, что Кришна является полной. Он является Верховной Личностью Бога. И заканчивается. У меня времени нет, чтобы зачитать еще Брахма Самхиту. Заканчивается тоже удивительными стихами. Ши Я Канта, Канта, Парама, Паруша, Калпатараву. Заканчивается. Привод я чуть подзабыл, могу спотыкаться. Чтобы не спотыкаться, я прочту. Конечно, там очень удивительная вещь. Вначале и в конце я поклоняюсь духовной обителью, называемой Швета Двипой, где богиня процветания, где богиня и процветания Лакшми в своих чистых духовных телах с любовью служит Всевышнему Господу Кришне, как саму единственную супругу, каждое дерево там трансцендентное древо желаний, земля философский камень Чинтамани, а вода подобна нектару, каждое слово там песня, каждый шаг танец, любимая спутница Кришны флейта всегда сопровождает его, все они распространяющиеся по всю исполнит трансцендентного блаженства, и на каждом шву ощущается тонкий духовный вкус. Бесчисленные коровы постоянно дают океан трансцендентного молока, то нет прошлое и будущее, а лишь вечное, настоящее. И очень самый важный момент, который все подчеркивает, все это, весь этот вывод, это обитель, называемый оголокой, это обитель, называемый оголокой, это обитель, называемый оголокой, известно в этом мире лишь немногим осознавшимся себя душам. Это обитель, называемый оголокой, известно в этом мире лишь немногим осознавшимся себя душам. Так, ну что мы остановились? На дереве. Дерево как? А, так, итак, на манку, да? Вот. И это было целое дерево. И Ши Чайтани Махапру самолично сорвалось с этого дерева, там написано в Ши Чайтани Чайтами, 200 плодов манго. 200 плодов манго самолично. И раздал преданным. И эти были настолько изысканы, что никто не просил добавку. Представляете, манго растекается, косточки нет. Потому что, когда посасываете косточку манго, эта косточка немножко так мешает вам. А для этого нужно снять еще эту кожуру, нужно сейчас снять. А на кожуре остаются еще капельки манго, еще остаются. И жадность охватывает. Хочется еще с этой кожуры содрать этот нектар. Не просто, говорю, слезать или... А просто содрать просто. Ну, с таком вкусе. Я говорю о настоящем манго. Не тот кислый, который иногда нам попадает, подсовывает на базаре или на рынке, или где-то в магазине. Вот сладкий манго. Представляете, он без кожуры. Без косточки. И каждому... С чечетанем охватывает. Каждый этот манго подает. И вот эта лила, эта золотая лила, или сладкая лила, она продолжалась на протяжении 12 месяцев. То есть на протяжении 12 месяцев вот это дерево, оно давало вот такие плоды. И преданные они вкушали вот этот просад. От просад на самом деле. То где-то видно, где-то наслыхано. И таких игр было очень много, очень. И чечетанем чаритамрита останавливается только на некоторых играх. Почему? Потому что до чечетанем чаритамриты были написаны другими преданными около четырех произведений, где разворачивались игры Господа Чечетани Махапрабху. И поэтому где-то Кавирадж Гасвами, он где-то, где эти игры не описаны, он эти игры преподает. А где игры уже проходили, преданные, которые составляли эти тексты, то он сокращал. То есть содержание эти он сокращал. И я хотел, конечно, сегодня остановиться на детских и отроческих играх с чечетанием Махапрабху. Ну, как-то так вот получилось. Не получилось. А конечными итогами, на все воля Господа. Так, сейчас мы, тогда мы коротко зачитаем детские игры Господа Чечетани. Они короткие. И с точки зрения содержания, с точки зрения времени, их будет удобно зачитать. Это пятнадцатая глава Адья Лилы. То есть Чечетань Чечетань делится на три основных таких части. И одна из них называется Адья Лила. Последняя называется еще Шеша. Называется. Она еще другой название, но это меньше всего упоминается. И серединная Лила называется Мадья Лила. Мадья. Мадья. Ее можно по-разному переводить. Это Мадья. Можно переводить как сумасшествие. На самом деле Чечетания Чаринтамрита, она предлагает самый высший вкус. И этот вкус, он все более и более возрастает, когда преданный совершает баджан. Или совершает личный баджан, или совершает Санкиртану. Что в принципе то же самое. И в процессе своего преданного служения, своего баджана, он вот этот вкус манго, он больше и больше впитывает. Потому что нет разницы на самом деле между таким мангом и Чечетанием Махапрабху. Понимаете? Это Чечетание, наша философия Чиньто-Беда-Беда-Таттва. Вот если рассматривать нашу философию с точки зрения Чиньто-Беда-Беда-Таттвы, все становится на свои места. Но я еще раз повторю, мы не пользуемся этой философией. Наша беда чаще всего, в том, что мы не пользуемся этой философией. Мы провозглашаем, что мы, да, но мы не пользуемся. Мы пользуемся или манизмом, или дуализмом. Мы не хотим это все совместить. Понимаете? Мы отказываемся. Почему? Потому что мы так воспитаны. Материей воспитаны. Не духом, а материи. А Чечетанием Махапрабху предлагает очиньте-Беда-Таттву. Хотя можно показаться, а что ж такое? Там же написано, что непостижимое очиньте-Беда-Беда-Таттву, непостижимое. Действительно, оно непостижимое. Материи это постичь невозможно. Для того, чтобы постить очиньте-Беда-Беда-Татт, нужно вырваться за пределы материи. Это очень важно. Нужно вырваться. Как можно вырваться? Очень просто. Но мы порой игнорируем это. Понимаете? На самом деле, это и есть аппарат. Это и есть иллюзия. Самый сильный грех в этом материальном мире это иллюзия. Я повторяю, что говорят о Чарии. И стараюсь как бы повторить. Как попугай, как шука. Знаете, кто такой шука? Это попугай. А попугай у них есть такая манера все повторять очень четко все. Мы для начала должны быть стать, как шукой стать. Просто повторять, повторять, пока гвоздь программы не попадется на руку. Понимаете? И поэтому шукадева Гасвами излагает Бхагава там. Шукадева Гасвами дает этот момент. Итак, детские игры. Джая-Двайта-Чандра-Джая-Гора-Бхак-Тавринда Джая-Двайта-Чандра-Джая-Гора-Бхак-Тавринда Джая-Джая-Шичайтанья-Джая-Нитянанда Джая-Двайта-Джая-Джая-Двайта-Чандра-Джая-Гора-Бхак-Тавринда Гора-Бхак-Тавринда Ра-Ма-Ра-Ма-Ра-Ма-Ра-Ма-Ра-Ма-Ра-Ма-Ра-Ма-Ра-Ма-Ра-Ма-Ра-Ма-Ра-Ма-Ра-Ма-Ра-Ма-Ра-Ма-Ра-Ма-Ра-Ма-Ра-Ма-Ра-Ма-Ра-Ма-Ра-Ма-Ра-Ма-Ра-Ма-Ра-Ма-Ра-Ма-Ра-Ма-Ра-Ма-Ра-Ма-Ра-Ма-Ра-Ма-Ра-Ма-Ра-Ма-Ра-Ма-Ра-Ма-Ра-Ма-Ра-Ма-Ра-Ма-Ра-Ма Ари Рама, Ари Рам, Рама, Рама, Ари Рама. Так Пауганда лила Господа. Чем еще уникальны эти детские, особенно тропические игры, тем, что Кришна, вот мы вчера читали вторую главу, говорится, что Кришна – верховная личность Бога. Он тот Гопал. Кришна Говинда, Гопал Анандалал. Он тот и есть, изначально верховная личность Бога. Кришна Говинда, Гопала Анандалал. Он сын Анды Махараджи. Он. Он является верховной личностью Бога. Вот это его ранее юношеский возраст. Он. Вот это он верховный лист. Он пастух. Когда там тоже есть очень интересная лила, есть в отрочисти. Все читаем, связано с астрологом. Я немножко перескакиваю. Был один очень знаменитый астролог Джотиша. Он мог предсказать будущее. Мог рассказать о прошлом. И вот этот, так как Кришна, Шичай Махараджи разворачивался, и он попросил этого Джотишу составить на него гороскоп. И когда, а это действительно был очень такой воздушной личности. И он рассчитал, и Шичай Махараджи говорит, ну что ты там видишь? Что ты увидел в моем гороскопе? Расскажи мне об этом. И этот Браман, Джотиш, он был очень такой обеспокоен. Почему? Потому что когда он рассчитывал, он увидел верховную личность Бога. Он увидел Господа в различных своих проявлениях. И он был сбит с толку. Почему? Потому что эти образы мелькали в его уме, в его разуме. Он был шокирован просто. И он говорит, что ты, Господь, Вишна, ты, Господь Нарайна. Нарайна, Парайна. Нарайна, Парайна. Парайна, Нарайна. И Господь... А, и он сказал, что ты царь, ты Бог богов. На что Кризис сказал, да нет, говорит, я простой пастух. Понимаете? Он был тоже сбит с толку. Но он видел перед собой верховку. Он видел, он согласно своей квалификации, он видел, что перед ним верховная личность Бога. И он говорил, я, конечно, не понимаю, но я одно знаю, что ты являешься верховной личности Бога. И читаем, он улыбался. Говорит, да, все правильно. Он мог себе такое позволить. Когда мы себе позволяем, думая, что мы являемся Нарайны. Это есть у имперсоналистов, методистов. Есть такая, ты Нарайна, я Нарайна. Ты Нарайна, я Нарайна. Нарайна, Нарайна. Нарайна, ты Нарайна, я Нарайна. И оба мы Нарайны. Как там, ты уважаешь меня, я уважаю тебя. И оба мы уважаемые люди. И мы уже стоим там уже за черным ходом. Нам уже вынесут очередной банан или очередную селедку. Поэтому эти лилы, они очень интересны. И они увлекают на самом деле. И говорится, что нельзя не увлечься этими играми. Нельзя просто. Когда мы знакомимся с этими лилами и этими играми, мы не можем не увлечься этим. Очень важный момент. И это нормально. Потому что, увлекаясь этими играми, мы освобождаем наше сознание от материальной двойственности или тройственности. Понимаете? Почему мы слушаем Бхага, Вадгиту, служим, другие священные писания? Потому что мы погружаемся в сознание Васудевы. Минимум. Поэтому мы говорим Поэтому мы погружаемся в это состояние. И на самом деле в это состояние погружает духовный учитель на самом деле, как представитель Верховной Личности Бога. Он погружает нас в это состояние. Итак, краткое содержание 15 главы. Тут нос такой идет небольшой, маленький. И потом мы зачитаем, чтобы быть предметным. Потом скажете, что я что-то выдумал. Поэтому мы читаем Чаритамриту в свое время читали от текста до текста, то есть, чтобы не было спекуляций, не было. Понимаете? В нашем уме и в других умах. Итак, краткое содержание 15 главы. Следующее. Господь брал уроки грамматики у Гангадаса, а пандиты вскоре сам научился великолепно объяснять грамматику. Господь запретил своей матери есть пищу из зерна в Экадыше. Тоже очень такой интересный момент. Он запретил есть зерна в Экадыше. Для нас это сейчас нормально. Даже в те времена существовало такое поверье, что только вдовы не должны есть зерна в Экадыше. И это смущало всех остальных. Поэтому употребляли в Экадыше. И на самом деле многие, даже я смотрел в барате Иварчика, там пребывал, что некоторые в Экадыше едят. Вот в Экад Чакре я смотрел. Некоторые едят зерно. Я к чему это говорю? Что Года Брахма Сампадая это не просто, есть такое выражение, что это простое и такое непонятное. Это имеет очень высокую традицию. Эта традиция тянется из духовного мира. То есть, если эта традиция тянется из духовного мира, мы должны быть, а точнее, должны мы хотя бы соответствовать тому, что есть в духовном мире. Это хороший пример для подражания. Если этот пример для подражания и читания черетамрита в частности или в общем, она это дает, вот этот пример для подражания, то впитывая этот примет подражания, мы становимся на эту платформу. Мы становимся на платформу как Галлок и Вриндавана на самом деле. Потому что игры Чайтани, Махапрабху, они проводятся во Врадже. Постоянно эти игры проводятся. Это очень важный и интересный момент. И эти игры проявляет он сам или его энергия. Сварупа Шакти. Вчера об этом говорили. Еще он рассказал о том, что во сне к нему приходил его брат Вишварупа, который незлого до того принял Саньясу и призывал последовать ее пример. Но Господь отказался и был отослан обратно домой. Когда Джаганатха Мишара покинул этот мир, Господь женился на Лакшми, дочери Валабхачарии. Все эти события вкратце описываются в данной главе. Вот такой анонс. Я с текстом и буду только читать, только чтобы успеть. Мы должны успеть. То есть, мы уже победили. Я почти не клоняюсь лозунг стопам к чайтане, ибо даже отъявленный материалист тут же станет вайшнавом, если поднесет его лозунг стопам цветок. Тут же станет вайшнавом, если поднесет его лозунг стопам цветок. Я приступаю к краткому описанию «Игры Господа» в возрасте между 5 и 10 годами. Его главным занятием в это время была учеба. Для нас очень важный момент. «Игры Господа» в возрасте Большую часть этого времени он посвятил учебе, по завершению которой состоялась его чудесная свадьба. Важный момент. Мы должны учиться. Учение света, не ученых тьма. Это важный, очень интересный момент. Мы не должны забывать, что мы должны учиться, не просто повторять Харе Кришна. Когда говорят, что это достаточно, да, этого достаточно, но что это дает? Что он дает Харе Кришна Махамантра? Он дает толчок к свету, к знанию. Не просто к знанию, а знанию о Парушее. То, что он находит за пределами этого материального мира. Когда Господь изучал грамматику в школе Гангадаса Пандида, он на лету сфатывал все правила, услышав их всего лишь раз. «Ал-па-ка-ла-ка-ила-пан-жа-ти-ка-те-пра-вина-чира-ка-ли-ра-пад-ю-джина-ха-я-на-вина». Скорее он стал знан в таком падже-тике, что мог победить любого другого ученика, объясняя сутры грамматики, хотя и был младше всех. «Ад-я-я-на-ли-ла-пра-бу-ра-да-са-врин-давана, чайтанья-ман-га-лы-ка-ила-вист-тари-варнана». Шила Врин-даван-да-са-кур очень подробно написал «Игры Господа», относящие к периоду учебы. В ней под название «Чайтанья-ман-га-ла», позже переименованная «Чайтанья-багаватна». «Эдинаматара-падекария-пранама-пра-бука-химатта-моры-де-хе-кадани». Однажды, Чайтанья-маху-ру-припал к словам своей матери, попросил ее сделать ему один подарок. «Сын мой, я дам тебе все, что ты пожелаешь». Тогда Господь сказал, «Дорогая матушка, пожалуйста, не ешь пищу из зерна в дне Экадыши». «Шачи-кахи-на-ха-ибе, а-ла-и-кахила, сейхаи-та-кадаши-карите-лагила». «Шачиматта сказала, твои слова верны, я больше не буду есть зерна в Экадыши, что-то дня она стала поститься на Экадыши». Вскоре видишь, что ее сын Вишварупа уже вступил в пору юношеса, джагната Миша, решил подоскать для него невесту и женить его. «Вишварупа шуни-хары, чхади-пала-ила, саняся-кария-тиртха-кария-бара-гела». Лучше об этом Вишваруп тоже ушел из дому, приняв саня-су и стал странствовать по святым местам. «Шучи-шуни-шачи-шу-ми-шрэ-ре, духи-хай-ла-мана, табе-пра-бху-матта-питары, кай-ла-аш-ва-саны». Узнав об уходе старшего сына Вишварупа Шачиматы и джаганатха Миши, очень расстроились, но Господь Читянин постарался утешить их. «Любимый отец и мать, говорил Господь, как хорошо, что Вишварупа принял саня-су, ведь это принесло освобождение обоим вашим домам». «Амита-кариба-тома-дух-хара-сэ-эвана, шуни-сан-тушта-ха-ила-питамат-тарамана». Читянин заявил родителей, что будут служить им, чтобы порадовать сердце отца и матери. «Однажды, попробовав орех бетеля, поднесенный к божеству, Господь опенел и упал на землю безчувств. Отец и мать тоже поспешили побрызгать водой на его лицо. И когда Господь очнулся, Он сказал им нечто неслыханное. «Господь сказал, Вишварупа забрал меня отсюда и попросил меня принять саня-су. Я ответил Вишварупа, наш отец и мать нуждаются в помощи, а я еще совсем ребенок. Да и что я знаю о жизни саня-си? Грехаска ха-и, кребем пита матара сэвана, и хате штушта-хибене лакшми нараяна. Позже я заведу семей и буду служить нашим родителям, ибо это доставит радость Господу Нарайне, его супруге и богине Протсветания. Тогда Вишварупа вернул меня домой и напоследок попросил, передай моей матери Шачи Деви тысячи поклонов, как меня. Так проходили лилы Господа Щичай Тани Махапруху, но понять, почему же все он это делал не в моих силах. Время еще. Кат-та-ди-на-рахи-мишра-гела-паралока-мат-та-пута-дун-хара-бад-дила-хри-да-шока. После нескольких дней Джаганатка Мишра отбыл из этого мира в мир духовный, а его жена с сыном были сражены горем. Бангу-бангава-си-дун-ха-пра-бад-гила-питрикрия-вид-гиматы-ишвара-карила. Друзья и родственники Господа Щей Тани и Матери пришли к ним со словами утешения. Тогда Господь Щей Тани, хотя и был верховной личностью Бога, исполнил необходимые ритуалы по своему умершему отцу, как требует его ведические обычаи. Некоторое время спустя Господь стал думать, я не принял саньясу, а уж коли я остался дома, мы обязаны жить так, подобает грехи не вина, греха дгарма, нахайя шобгана, это чинта виваха карате хаилламана. Без жены думал Господь, жизнь домохозяина лишена смысла. Так Господь решил жениться. На грехам грехам мети ахо грехини грехам мутияте. Таяхи сахитам сарвам пирушатхам самушнате. Дом пуст, когда в нем нет жены, ибо только жена делает дом домом. Кто такого есть жена, может вместе с ней постичь всех целей человеческой жизни. Дайвайкадина прабху падияасите. Алабхачарьи реканиядехи гангапатхи. В один прекрасный день, когда в возвращающую школу Господь шел по направлению ганги, он случайно встретил дочь в Алабхачарии. Когда Господь и Лакшмидеви повстречались, отношения, которые связывали их, снова возродились. В тот же день, по воле проведения, к Шачимате прибыл свад в аномали. Шачарангинэ самбада карилас хаттана. Лакшмике виваха кайала шачаранандана. Следуя указания Шачидеи, в аномалах гаттока стал готовиться к свадьбе. Вскоре Господь и Лакшмидеви поженились. Вистарья варнила танхи вриндавана даса и тапоганда лилара сутра пракажа. Вриндава дас, так и подробно писал все тигры Господа, относящие к раннему периоду жизни Господа. А я привожу здесь краткий обзор этих лил. Паганга вяса лила, бахутат, пракара, вриндавна даса и хакария чхена вистара. В раннем возрасте Господь слышал множество лил. Ашила вишанатка дастакур во всех подробностях описал их. Поскольку вриндаван дас так очень живо поветовал об этих играх в читании в мангале, я только перечислил их, не вдаваясь в детали. Ширупа Рагунадха Падея, а яра аша чайтанья чаритамрита каха Кришна даса, молясь улоткны стоп Ширупа и Ши Рагунадхи, повая на их милость, и следуя за ним, я Кришна даса рассказывающе чайтанья чаритамритам. Ван дэши Кришна чайтанья нитянанда саходи тав, гадал пушпа ван тав, читрау шан дау тамон тав. Ван дэ гуру и шан бактан бактай и шавархан, тат пракашавши Кришна чайтанья саможекам. Гарава гора чандрая, Гарава гора чандрая, Кришна, Кришна бактая, тат бактая намонам. Время. Я хотел больше, но как бы по времени. Харе Кришну, если что-то какие-то, что-то, вопросы какие-то, может возникли. Хотя все понятно. Мангалам, мангалам, мангалам. До свидания, Харе Кришну. Спасибо. Если что, оставьте, если вдруг постречался вдруг не враг и не враг, а враг. А который мы пели, или что? Восстанская поэзия. Восстанская поэзия. Там первая и вторая. А, Желчужина в Восстанская поэзия. Да, там есть первая и вторая часть. Да, да. Сейчас покажу. Один вот такой. Вот. Один такой. Правда, он мне немножечко такой воскресенный. Что такое? Это Донецкое издание. Ну, у нас они давно продаются. Ну, по идее, да. Они давно уже продаются. Это с 2000-го года. 2004-го, я не помню. Я не жаловала. Это когда-то. Да, есть, да, есть. Просто нужно как бы... Я... Потому что и... Читали. А еще есть какие-то песни? Есть очень много. Я говорю, вот Бакинат Тарку. Ну, говорили вчера как там. Шесть томов. Куда? Здесь на английском языке очень много переводики есть. Не можете... С транскриптами. Да, на английском языке. Они все... На английском все песни, ну, баджины, точнее, наших очарев, они переведены, на самом деле. Никтос Таркевич Бакинат точно я знаю. Я других видел, но... А это сборники. То есть составляются сборники, которые, ну, чаще всего, поются преданными. Хотя есть такие баджины, которые могут не попасть в песни, где тот или иной песен. Ну... Ну, да, потому что, да, потому что англоязычные... Человек, вот, начал с Нью-Йорка, с англоязычных. Потому что там у них уже все есть. А мы только как бы... А мы только начали. Мы только, да, мы как бы вот... Да, да, да. Поэтому... Ну, да, 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 да. Ну, понятно. Да, да, да. Там проще было печатать, но... Конечно, конечно, да. Чем-то здесь. Здесь как бы печатать уже идет, понятно, какой-то... Да, и когда Прагубадам пробил, он же еще писал, он же писал же еще, Багаттан писал. А. Другие... Конечно, первые два тома он такой известный, которым первым перевел для англоязычного населения. А уже потом уже к нам уже, наши предметы. Ну, в общем, эти там они, в принципе... То есть есть, все есть, только на английском языке больше. Ну, понятно. В общем, надо либо английский, либо как-то... Да, на английском языке все знают, как бы, тексты, знаете, не сложно, в принципе, да. Ну, как бы, есть, то есть оно есть. А на русском языке вот предметы тоже благодаря ей, как бы, тоже молодцы, конечно. Тоже хотя бы перевели какие-то... Да, кто владелец языком, а там есть, ну, где же. Да. Ну, вот смотрите, уже, ну, три песника есть. Ну, для начала этих трех, достаточно. Но, когда мы вглубляемся, мы хочем еще что-то, еще... Это нормально, на самом деле. Вы говорили же, что надо изучать песни Ачария, чтобы лучше погружаться на один из моментов. Конечно, конечно, конечно. Без всякой сомнений. Как бхагаватам. Конечно, да. Это же... Это тоже самое бхагаватам, на самом деле. Только в их исполнении, в таком коротком. Только в музыкальном варианте. И в музыкальном... Да, тоже музыкальном, на самом деле. Там разные размеры, даже ведические размеры разные. Вот эти все размеры, я там... Знаю, там пару размеров, и все, это там же 16, допустим. Там 16 и 36, я не помню, размеры в основном. Это можно... Они очень красивые, эти размеры. Я там несколько, знаете, там 5-6. А там другой какой-то размер, и я уже могу разбиться. Ну, это... Ну, это как бы... Это просто надо... Практика. Хотя бы просто хотелось петь. Да. Просто... Вот, допустим, я имел, как бы, такую возможность, допустим, Круначандра Махарашин, этим... Я помню, он приезжал. Помните, да, приезжал. В 1999? Вот. Было общение с ними, с его учениками. Я тоже, у меня тоже, когда бы... По баджену, когда смотрели? Конечно, он... Мы когда ездили вместе с ним, то он... Вот эти баджены... У нас всего есть? Есть записи. На кассетах, да? На кассетах уже записаны, уже... Что? Битый в компьютер. А, в компьютерах? Да, если что... Можно на них переключить. Есть, неудивительно. А еще, знаете, это... А это, знаете, когда вот мы были... Вот, вместе с ним ездили, допустим, то же самое, тот же самый, Зерваржан, он там такие устраивал, там такая атмосфера, он так погружал всех в баджен, погружал. Народ... Там преданные ходили, просто с ума сходили. В Азербайджане, там они просто... Баку. Они сами по себе. Да, они сами по себе, и очень такой привет... Очень эмоциональны, да. Очень. Очень. Если они... Нанимали. Да, 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 да. Плохие, да. Нас там кормили под... Вот такой... Мы там выплывали вот так. Такое было... Я нигде больше не видел. Нигде... Ни многих было, но там как нас... Ну, принимали. И он, конечно, там... Он там преданных, конечно, там так погружал в баджен, погружал... Если просто люди хорошие, то они на корме-то напоят и спать положат. Конечно, конечно. А вот такие, как Промачан, вы еще вот... Из наших... Бада Харидас. Бада Харидас. Да, Бада Харидас. Потом Махарадж, как же его на букву? Шавара Махарадж. Шавара Махарадж. Еще один... Хинду. Махарадж, как же его? Не тоже... А? Не, и Лаканат Махарадж, да. Ну, как бы... Специфика, уже пошла специфика. То есть, каждый он... Обязательно, да. Лаканат Махарадж, обязательно. Еще, как же его? Махарадж. Тоже ученик Прапупады. Саньяса. У него там много учеников. Как же его? Вот слушая вот их, то есть, как бы, я взял пример с них, в хорошем смысле этого слова. Они дают вот это впечатление. Потом хорошая гаоранга. Матаджи. Матаджа. Да, гаоранга. Вот она тоже, у ней Баджина, конечно. Там такие... Которые тоже ученики. Да, да, да. Вот, как бы, понятно. Есть других там, тоже есть другие, и вальхарские традиции там, школа там тоже есть свои. Ну, вот, как бы, что знакомо нам более-менее. Вот, вот, питаясь в них, они дают очень хорошее понятие представления Баджины. А самое лучшее, это, конечно, ехать в Майпур, и там преданные, там такие, то есть, есть в семьях такие преданные, что, я говорил, что, куда там? Так Баджины поют, и Матаджи, и Прабху. То есть, чувствуется, что, не чувствуется, а видно, что это зрелые преданные. Преданные очень высокого уровня. Мы живут в греховской жизни, в греховской, спокойно там, ходят на программу, и духовно. Но, я был в нескольких семьях, преданные мне приводили. Это их образы. А? Да, это их образы, для них это и, понимаете, вот, когда общаешься с таким семьями, получаешь хороший такой пример, и нормально все. Потому что у нас здесь как-то, рывком все у нас здесь. Потому что, другое сознание, разные сознания. А там у них нормально это все, в традиции. Хотя там и другие есть, и религия, а у них традиция вайшнавская. И они традиции составляют. Даже когда по полумчатам идете, вы ходите, допустим, по тем же местам святым, и преданные просто выходят навстречу. Другим преданным, вот местные, выходят вайшнаве, вайшнаве, и встречаются улыбкой, просадом, водой. У них это естественно. И когда, как бы, соприкасаясь с такой естественностью, это, как бы, доказывает, что это не просто какой-то химера какая-то, да, мы там настраполили, там книжечку написали, там выпустили, и мужа, да, 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 лукаве. А там это естественный образ жизни, понимаете, и там такие. А там этот город, как он называется, делать? Навадбипа, Майпур, в этих местах. В этих местах они там принимают нормально, да? Конечно. А тем более, если вайшнав, то у вас... А вначале вы про кого, извините, говорили, что вы здесь большого. Вот этот самый. Проначандра Махараджи. Он английский? Да, он пангличанин, по-моему, или... Не, с Нью-Йорком. С Нью-Йорком. Но он раньше времени тело покинул. Оставил тело. Я был на последнем весе пуджи, его был. У него тело уже... Да, 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 да. Но он так сказал, что я... Видно, скорее всего, что я покину тело в России. Но, понимаете, бриллиант... Очередь за бриллиантом будет небольшая. Ну, это понятно. Не всем дается. Нет, оно дается всем. Но мы не готовы заплатить цену. У нас нет денег, чтобы заплатить. Понимаете? Вот так. А он... Вот эти драгоценности, он был в высшей степени. И мало кто даже его понимал, на самом деле. Ну, как бы. Ну, понятно. И вот я... Но общение с такими личностями, они дают хороший такой... Потому что ты не все понимаешь, но хочешь понять. Да. Все понять. Истинно, если желаешь понять. Истинно, если пахнет, может быть, там, когда была возможность. Вот. Поэтому... Это милость, на самом деле. Конечно, хотелось с многими чистыми предами, но... Кали-юга. Поэтому нужно искать такого... такого общения, которое вдохновляет пред на служение. На самом деле. А! Вы взяли там... А, уже вернули уже? Да. Как я так успею? Ну, тут на третьем этаже купится. А, понял. Я... Ну, у меня все распечатаны... У меня много, как бы, когда читаю чертоги, мы читали у нас, то я... У меня еще... Вот такая стопка. Из такой баджи начинается Кали-юга Павана, Кали-юга Нашим, хоть-то так. Есть, 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 да. Есть целая... Раньше была Дмитрий Коседина, был целый такой большой концерт, там, по-моему, с типажам. Вот это здорово. И, по-моему, это кто-то из-за рубежа пели преданных нерусских, потому что там третий акцент был. Ничего еще. Я еще не могу найти. Я потерял, это давно было. Ага. Именно идти. Да не на диске нигде, да? Надо искать, надо искать. Просто клик кинуть, что-то вместо... Да. Я не знаю, кто автор, понимаешь, если бы я знал кто-то. Тогда вы просто опишите, я спрашивал, а вы знал, что это ботинок Куро, баджин, скорее всего. Ну да, потому что ботинок Куро очень много там, конечно. Это, даже если просто собрать все баджины ботинок Куро, это будет... Ну понятно. Есть и не время, да? Там вообще, конечно. Там, да, там точно не будет. Да. Ботинок Куро это вообще... Уник, 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 уник... И это наша чария. Заметьте, наша чария это не просто там... Наша чария. Он сам был в этом баджине находился и предложил этот баджин другим. А у него было 13 детей к тому же еще. 13 детей, представляете? Девочки, мальчики. Да. И надо было еще детей воспитывать и проповедовать. Все успевали. Понимаете? Служба была еще ответственная. А? Служба была ответственная. Да, и служба была ответственная не просто так. Да. Поэтому есть хорошие образцы для подражания. Абатистанца расходят такую. Придерживаться надо только... Каня. тоже не будешь сильно много, то потом зарастешь книгами. Ну, какой... Смотри, какой литературы. Такую литературу... Конечно. Ну, это сокровище. Сокровище нужно собирать. Вот, сокровище нужно собирать. Сокровище есть и на душе хорошо. Ну, ты, понятно, ты берешь не все, допустим, не все книжки, ты берешь для себя свое, что тебя... Просто, когда книжка это есть, точнее, будем говорить, это сокровище есть, даже если ты даже не заглядываешь, она уже греет. А, греет. Может быть и так, но на самом деле надо ходить в те места, где преданные жили и где они проповедовали. Были там мусульмане, не были, кто там еще там был, не был. И очень важно ходить по тем местам, где проходил господь Чайтанин. Те места паломничества, где сам господь Чайтанин проходил. Вот, это будет самый лучший, самый лучший вариант. А вообще самый лучший вариант это три места. Вриндаван, Майпур и Джаганат Хапуи. Все. И больше никуда. Вот, если вы в эти три места будете заниматься там особенно преданным служением или пребывать просто там, потно запребывая. Вы получили такое благословие? Вы сказали, что еще до Павла, где...